сегодня у нас продолжение книги тасриф тридцатый урок и сегодня переходим к новой теме эта тема махмуза махмуза это у нас получается если обратиться к шарху это получается кулу калима тинка на ахаду хоруфи ха это каждое слово у которого хотя бы одна его буква коренная его буква является Blizzard и Итогет делится махмузом на три вида на тиг на три категории и так как получается мохмуздали получается глагол у которого первая крайняя буква является Kaneko для этого акала мохмуздала не ты получается главу которого хамза хамзой является 2 коренная буква это со пример для этого, и Махмузу-Лями, это, получается, глагол, у которого третья коренная буква является Хамзой, и пример для этого Кара-А. Фаслюн, и получается глава, автор говорит, что это уже начинается новая глава, Хукмуль-Махмузы, и решение глаголов, у которых есть одна из его коренных букв, является Хамзой, в склонениях его глаголов, Хукмуль-Махмузы, подобно решению здорового глагола. То есть, точно так же, как мы делали здоровые глаголы, например, глагол возьмем Насара, как мы его делали Сарф, точно так же и глагол, у которого есть Хамза, например, Акаля, если было Насара, Насара, Насару, Акаля, Акалю, точно так же делается Сарф. Почему? Потому что Хамза, Харфун, Сахейхун, является здоровой буквой. Если, например, Алиф, Вауя, они были слабыми буквами, то Хамза является здоровой буквой, и поэтому Сарф, ее склонение, делается точно так же, подобно, как и здоровые глаголы. Но все-таки, когда она приходит не первой, то есть, если Хамза не будет первой, первой коренной буквой, то арабы иногда ее облегчают. Ли Анна, Ли Анна, потому что это Хамза, Харфун, Шадидун, это является тяжелой буквой, Мин Акса, Мин Аксаль Халки, из конца горла. То есть, она является, из конца горла идет, из конца гортани, поэтому она является немножко тяжелой буквой для произношения. Фатакулу, и ты говоришь, вот у нас придет пример, Амала, Ямулу, Канасара, Янсуру, Умуль. Би кальби ль Хамзати, с заменой Хамзы, Вауанна Вау, Ли Анна ль Хамза тайни, потому что две Хамзы, из-за льтақата, когда они встречаются обе, в одном слове, и вторая из них, сакинатун с сукуном, ваджеба становится обязательным, кальбуга заменить ее, бихаракатин мағаблеха, на подходящей огласовке до нее, которая идет до нее. То есть, в данном случае у нас идет замма, а для заммы более подходит Вау, чтобы ее тянуть. Поэтому мы меняем ее на Вау. Если там была бы, например, Фатха, то меняем на Алиф. Если там Касара, то меняем на Я. Кааамана, ва Умина, ва Иманан. Вот у нас далее идет пример как раз. Фаинканатил Уля. А если же она будет первая, Хамза-то Васлин. Если же первая будет некоренная Хамза. То есть, если же первая, говорит, Хамза, будет некоренная, то есть, некоренная Хамза. А вторая, то вторая, в этом случае, она возвращается, Айндалуасли, при связке. То есть, если мы предыдущее слово соединяем с ним. Сейчас вот в примере вы поймете. Когда мы это делаем? Из-за инфатаха ма габляха. Когда будет Фатха до нее. То есть, до Хамзы. Вот этой, до Хамзы, если идет у нас, до коренной Хамзы, идет Фатха. Да, вот, получается, с предыдущего слова при связке. То мы возвращаем ее. И так далее. И сбрасывается Хамза. Вот в этих словах было у нас как? И там удлинялось. И здесь мы сбросили. Почему? Почему сбросили? Из-за частого использования. То есть, эти слова часто арабы используют. И они решили их облегчить. Иногда идет, говорит, слово мур, аляль асли по корню. Индаль васли при связке. При связке. То есть, когда связывается с другим словом, слово мур, именно слово мур. И вот, как сказал Всевышний Аллах в Коране. Вот здесь у нас видим, да? Ва мур. Ва мур. Слово. Здесь у нас вау связывается с словом мур. И у нас Хамза возвращается. А хуз, куль, для них, как бы, примеров нету. Или же, даже если они есть, как бы, автор Тасрифа их не привел. Поэтому, опираясь, как бы, на слова автора именно Тасрифа, только мур возвращается к своему корню. На этом урок завершается. Если у вас остались какие-либо вопросы, непонятные моменты, задавайте их. И вы можете задавать их в чате, в Телеграме и в Ватсапе. Ссылки на них я оставлю в описании к данному видео. Переходите куда вам удобнее. Задавайте ваши вопросы. И, вау, постараемся на них ответить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok